всем привет это канал просто кухня и сегодня мы с вами приготовим очень вкусную гречку с мясом если же вы поститесь то можно заменить мясо грибами и делать все точно так же дальше по рецепту мясо можете использовать любое свинину говядину курицу индейку у меня сегодня свинина граммов где-то 350 порезаны на такие небольшие кусочки и добавлена 1 чайная ложка специй для мяса там уже есть соль поэтому соль я не ложила и мясо у меня в этих специях лежала ровно столько пока я перебрала стакан гречки почистила порезала соломкой 2 моркови и также почистила и помыла лук две штуки кубиками порезала также нам потом понадобится два стакана воды и чайная ложка соли с чего начинаем наливаем три столовые ложки масла растительного без запаха в сковородку или сотейник и разогреваем до кипения масла и отправляем потом туда наше мясо специях специи любые какие вам больше нравятся самое главное чтобы масло у вас кипело потому как если масло не будет кипеть она начнет мясо начнет тушиться то есть отдавать все соки и это свинина она тем вообще получится сухая нам нужно чтоб запечатался поэтому нужно чтобы мясо у нас обжаривалась а не тушилась в общем раскаляем прям чтоб стреляла главное тут берегите руки очень аккуратно и так нам нужно обжарить мясо со всех сторон чтоб она стала красивым румяным вот до такой вот примерно степени и в этот момент высыпаем лук и продолжаем обжаривать до такой легкой золотистости лука когда лук чуть-чуть обжарился мы добавляем морковь морковь также обжариваем до легкой мягкости до того момента когда она начнет свой рыжий цвет отдавать маслу мясу после этого как у нас все это чуть-чуть еще обжарилась высыпаем стакан гречки предварительно перебранной и тут вот в чем фокус я гречку тоже продолжаю немножко обжаривать потому как гречка когда сначала чуть-чуть пожарена у нее вкус все таки вот какой-то совершенно другой необыкновенный получается намного она вкуснее нежели просто какая-то вареная пареная поэтому сначала мы еще обжарим до характерного такого запаха запахнет приятно гречкой когда и в этот момент мы начнем наливать воду тот стакан которым мы мерили гречку вот таких же два стакана нам надо воды можно предварительно чайник поставить залить уже кипяченой водой если холодная вода как у меня тогда ждем когда у нас это все хорошенько закипит то есть газ не убавляем ждем чтобы хорошо хорошо у нас это закипело после того как все хорошо кипит добавляем чайную ложку соли убавляем газ накрываем крышкой и на медленном огне так оставляем минут на двадцать совершенно забываем по прошествии этого времени у нас вот такое получается блюдо сочное рассыпчатое очень вкусное в качестве дополнения к этому блюду очень хорошо подойдет салат постный сейчас вы увидите ссылочку на этот салат либо же любой другой овощной салат или просто овощи приятного вам аппетита ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем удачи пока пока удачи 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 а